дорогие друзья давайте поговорим немного сегодня о том как правильно молиться за наш рот дело в том что еще 10-15 лет назад такой темы как молиться за рот отмаливать рот практически не звучало почему потому что вам любой священник скажет что за рот за народ может молиться далеко не каждый человек и потому что достаточно большой подвиг который требует большой энерго отдачи поэтому именно священники иногда это монахи в монастырях молятся за роб за народ за всю страну за какие-то большие объемы человеческих масс и людям скорее предлагалось просто вспоминать такое общее слово когда своих сродников но не делать вот этого вот подвига отмаливания родовой системы если же человек хотел это сделать то он как правило обращался к священнику и тут давал ему свое благословение на это свое разрешение и таким образом человек там например начинал совершать личный парастаз или какую-то другую службу такую домашнюю за свою родовую систему сегодня мы сталкиваемся с тем что много практик даже в области современной психологии психотерапии которые предлагают молиться за рот которая дает медитации техники и люди с большим азартом с большим рвением берутся за это потому как обещают и я с этим согласна что при очищенной родовой системе у человека больше будет поддержки ресурса и всего остального что может предложить родовая система и вот здесь начинается самое интересное я знаю многих людей которые жаловались что как только они начали отмаливать рот у них стали болеть дети посыпались неприятности и было много проблем и которые они так или иначе связывают с тем что началось это все именно в момент отмаливания рода и при том я скажу что очень серьезных проблем и вот здесь было полное недоумение почему так ведь по большому счету это должно приносить только счастье больше сил и всего остального и здесь я чтобы объяснить почему при отмаливании рода можно встретиться с очень большими неприятностями объясню определенные метафоры жизнь течет сверху вниз и жизнь вот эти вот каналы по которым передается жизнь можно сравнить с водопроводными трубами или с проводами по которым течет ток и представьте что вот тот опыт который оставался в родовой системе не прожитым не оплаканным не упокоенным это определенные тромбы именно эти тромбы и мешают витальной силе ресурсам различным переходить по родовой системе и получать нам живущим благословение от наших умерших предков и именно поэтому и необходимо работать с тем чтобы этот опыт был разблокирован чтобы энергия которая была там была освобождена но если мы проведем аналогию например с трубами и представьте что эти трубы забиты или они содержат вот этот вот шлак и вы туда начинаете шорхать скажем так каким-то инструментом то до того пока у вас потечет что-то хорошее чистое куда упадет по которая сейчас освобождается да что-то из этого утилизируется что-то из этого размекает но большая часть скажем так ржавчины и мусора естественно посыпется на того кто стоит внизу и если у вас есть дети то дети будут тем самым слабым элементом где не заставят совершать болезни температура или какие-то неприятности физические неприятности ситуации различные то есть начинается частично воссоздаваться вот тот тяжелый опыт который до этого времени по большому счету спал и он или ожидал своих триггеров тех жизненных ситуаций которые придут и активизируют этот опыт а здесь мы его скажем так берем и начинаем разбирать фактически механически вот и не зная этого многие попадают в беду что я могла бы рекомендовать молиться за родовую систему нужно и чем глубже и чем дальше пойдет ваша молитва тем лучше и лучше конечно если вы никогда этим не занимались то что вы на первых порах вы делегировали это монахом хорошим священником которым вы доверяете и только спустя какое-то время сами брались за это дело но если вы берете за это сами то тогда вы за себя заказываете или сорока уст или неусыпный псалтырь чтобы читали таким образом у вас тогда с одной стороны как бы что-то сыпется а с другой стороны это перекрывает вот это вот защита другая молитва которая будет вас и вашу семью поэтому лучше если это будет не только вы если у вас есть семья детки если будут молиться за всех за вас тогда можно пройти вот этот период безопасно тогда может вот этот процесс очищения пройти безболезненным и все что вам останется это просто ждать когда же теперь придут дары благословения и благодарность с мира мертвых видео тех подарков которые они могут вам подарить поэтому дорогие мои друзья у нас в украине есть такое выражение что занадто то не здраво да или что чрезмерно то может быть не совсем здоровым не совсем полезным или если мы беремся за какие-то важные серьезные вещи но при этом не осознаем силу и глубину последствий того воздействия которым мы прибегаем будьте бдительны делаете все с умом и тогда те обыщие обещанные подарки которые вам обещают при очищении памяти рода обязательно не заставят себя ждать любите эту жизнь любите своих родных помните ушедших и будьте счастливы